Привет и спасибо, что присоединился. Сегодня я собираюсь поговорить о чем-то немного другом, о чем нам так важно поговорить. И это целая тема эректильной дисфункции. Ты же понимаешь, что если это такая распространенная вещь, то нам следует говорить об этом чаще, не так ли? Некоторые статистические данные показывают, что около 40% мужчин в возрасте 40 лет иногда испытывают эректильную дисфункцию, а более 70% мужчин в возрасте 70 лет испытывают ее. Так что, если это происходит с более чем половиной, то это вполне нормально, не так ли? Это не значит, что это оптимально, но это определенно то, о чем мы должны поговорить, потому что по моему опыту работы с моими пациентами, а также в моей собственной жизни, это очень важно. Это высвобождает все те части нас, которые чувствуют себя недостойными и постыдными, и может стать настоящим минным полем для разрыва наших отношений, или даже для того, чтобы мы вообще перестали проявлять интимную активность. На самом деле, чаще всего это происходит в моем кабинете, когда я разговариваю с пациентом, и один из моих стандартных вопросов звучит так, испытываете ли вы боль или сухость во время полового акта? И она может сказать, ну я на самом деле не знаю, потому что у нас не было секса два или три года с тех пор, как у него обнаружили рак простаты, мы просто на самом деле не хотели этого делать, и теперь я сплю в комнате для гостей. Или это разные версии этой истории, которая так печальная и в которой нет необходимости. Поэтому я хочу поговорить немного другой точки зрения, которая заключается, хотите верьте, хотите нет, в том, как использовать эту возможность, чтобы сделать нашу интимную жизнь еще крепче. И это возможно. Я действительно собираюсь воспользоваться некоторыми секретами из книги, которую я опубликовала. Прошло уже больше полутора лет с тех пор, как я узнала секреты сексуального пробуждения. И я собираюсь поделиться некоторыми из этих историй, то сексуально пробужденные, это группа женщин, которые нашли способ вести максимально насыщенную сексуальную жизнь. Я поговорила с ними и выяснила, что у них общего, и как они подходят к таким проблемам, как дисфункция, или если это касается женщин, сухость, влагалище и боль. Это немного другой подход. Внутри отношений мы используем это как возможность действовать по-другому и стать еще ближе. Потому что мы действительно копаемся в самых уязвимых сторонах нашей жизни и выявляем те части нас самих, которые испытывают низкую самооценку. Стыд, низкая самооценка, я недостаточно хороша. А просто хочу немного поговорить о дисфункции эрекции. Очевидно, как мы знаем, это некоторая разновидность неспособности нашего партнера-мужчины, если мы состоим в гетеросексуальных отношениях. Либо иметь, либо поддерживать эрекцию на протяжении всего сексуального опыта. Часто он не может достичь оргазма, хотя иногда ему это удается. Существуют различные причины ЭД. Некоторые из них связаны со старением, но это отличная возможность изменить образ жизни, потому что ЭД усугубляется курением, ожирением, высоким кровяным давлением, другими факторами, такими как диабет, а также низким уровнем тестостерона. Так что могут быть физические проблемы, с которыми нужно разобраться и которые могут улучшить состояние без лекарств. Но очевидно, что посещение уролога отличная идея. Мы все знаем, что существуют очень эффективные препараты для лечения дисфункции прямой кишки, такие как Виагра, Сиалис и другие препараты из этой группы. Но лечение основной причины, которая может заключаться в снижении веса, приеме лекарств от диабета, отказе от курения, все эти вещи тоже важны. Так что я просто предположу, что наш парень обращается к врачу и обо всем этом позаботится. А пока я хочу поговорить о том, как мы, женская половина этого уравнения, можем справиться с этим таким образом, чтобы наши отношения действительно стали ближе. И есть несколько ловушек, в которые не стоит попадать, чтобы не усугубить ситуацию. Потому что моя цель для себя и для тебя состоит в том, чтобы в конечном итоге мы не спали в разных спальнях и не отказались от секса вообще. Потому что это стало такой проблемой, что мы даже не можем говорить об этом. Так что же нам с этим делать? Давай просто скажем, что мы состоим в отношениях, и у нас возникла проблема с эректильной дисфункцией. Скорее всего, ты уже сталкивалась с этим, и, возможно, заметила, насколько это провоцирует. Боже мой, со мной что-то не так. У него пропала эрекция. Я больше не сексуальна. Я делаю что-то не так. Он думает о другой женщине. Я слишком толстая. Моя вагина слишком дряблая. Мы могли бы продолжать перечислять все эти причины, почему это как-то связано со мной, верно? Возможно, он чувствует то же самое. На самом деле, я могу сказать тебе, что так оно и есть. Боже мой, со мной что-то не так. Ты знаешь, эрекция всегда была чем-то таким, что заставляла меня чувствовать себя таким сильным и могущественным, а возможность доставить удовольствие своей второй половинке. Огромная часть моей самооценки. И теперь, когда я чувствую, что не могу этого сделать, я не чувствую себя настоящим мужчиной. Я чувствую себя ужасно. Я чувствую себя никчемной. И, скорее всего, именно это происходит у него в голове, даже если у вас не было возможности поговорить об этом. Так что, если ты уже сталкивалась с этим, то, возможно, тебе хорошо знакомы эти чувства. И они могут быть довольно разрушительными. Как я беседовала с этими удивительными женщинами в течение года или более, я смогла выделить три основные группы вещей, которые они делали, и которые, как оказалось, не были, так сказать, секретами. На самом деле, это просто способ существования и способ взглянуть на проблемы в другом свете, чтобы преобразовать их возможности. Так что же это такое? Вот они, три секрета сексуального пробуждения. Самое главное, быть открытым для возможностей. В книге речь шла в основном о самой идее старения и о том, что старение – это неотъемлемая часть всего. И что существует лучший возраст, чем 45-50-55 лет, где бы мы ни находились. Мы сами эту жизнь как бы сворачивали в темный туннель. Скорее, сексуально пробужденные люди смотрели на вещи по-другому. Считали, что взросление – это возможность, что, проявив немного мудрости, мы могли бы попробовать разные вещи. Они действительно видели, что будущее прекрасно. Вот к чему я клоню. Если мы подходим к корректильной дисфункции или к любому типу сексуальных трудностей, которые у нас могут возникнуть, или к разобщенности в наших отношениях с позиции открытости возможностям, мы можем взять эту так называемую проблему и обратиться к ней. Это возможность попробовать что-то новое. Возможно, то, чем мы занимались все эти годы, больше не работает в традиционном смысле этого слова. Возможно, в данный момент мы не можем заниматься проникающим половым актом, потому что наш гид не может поддерживать эрекцию достаточно долго для этого. Или, возможно, мы не в состоянии достичь оргазма как конечной цели смысла секса. Может быть, все эти годы нам не приходилось делать слишком много. Мы могли бы просто лечь на спину, и все произошло бы само собой. Ну что же, теперь у нас есть возможность попробовать что-то новое, преодолеть этот старый способ ведения дел и осознать, что сейчас у нас есть возможность исследовать самые разные вещи. Вот, например, кто сказал, что секс обязательно должен заканчиваться оргазмом. Почему у нас не может быть прекрасного интимного опыта, когда, возможно, мы не испытываем оргазма? Ты знаешь, у нас есть замечательные чувства, у нас есть некоторая интимность, мы действительно близки, мы разделяем друг друга. Ты знаешь, может быть, мы не испытываем оргазма, эрекция проходит, и это не проблема, это просто часть этого нового процесса. Если мы превратим это в проблему, тогда все начнет казаться провалом. Когда человек, настроенный на открытость возможностям, скажет, смотри, у нас в меню есть тысячи блюд, есть только одна вещь, которую мы не можем сделать. Так почему же мы сосредотачиваемся на той единственной вещи, которая не работает? Давай подумаем о других 999 вещах, которые действительно работают. Так что, может быть, мы женаты уже 40 лет. Нам никогда по-настоящему не приходилось говорить об этом. Секс — это просто то, что произошло. Он запрыгнул на меня сверху, и все сработало, и мне почти ничего не пришлось делать. Ну что же, может быть, теперь нам стоит поговорить об этом. Нам придется поделиться некоторыми из наших фантазий. Нам придется рассказать о наших секретах, о том, что мы на самом деле думаем, о том, чего бы нам на самом деле хотелось. Нам придется спросить и выслушать, чего бы ему на самом деле хотелось. Может быть, сейчас ему нужно что-то другое. Ты знаешь, когда он был моложе, дул легкий ветерок, и он мог испытывать оргазм. Но, возможно, сейчас ему нужно гораздо больше трения. Это очень распространенное явление. Влагалище не обеспечивает такого сильного трения. Возможно, нам придется сделать что-то еще, чтобы увеличить трение. Возможно, какая-то другая эротическая стимуляция будет полезной. Пришло время начать думать и говорить об этих вещах. И я бы говорила об этом без особого напряжения или стыда, как если бы я говорила о том, что у нас на ужин.